Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И если в первой части мы с вами говорили главным образом о свойствах самих щелочноземельных металлов, то сейчас мы поговорим более подробно об их свойствах химических, их соединений. Ну и, конечно, затронем вопрос применения обязательно. Итак, оксиды. Оксиды щелочноземельных металлов. Ну, практически все они из себя представляют белые кристаллические вещества, тугоплавкие, но они хорошо растворимы в воде. За исключением мы с вами говорили оксиды бериллия, который проявляет амфотерные свойства, несмотря на то, что все-таки отнесен ИЮПАК к славному семейству щелочноземельных металлов. Все остальные оксиды проявляют типичные свойства основных оксидов, то есть они способны взаимодействовать с водой, с кислотными оксидами и с кислотами. Значит, с водой у нас получаются гидроксиды, которые считаются щелочами, с кислотными оксидами у нас получаются главным образом соли, да, вот как в данном случае карбонат кальция. И что касается взаимодействия с кислотой, то здесь абсолютно ожидаемо получается соль и вода. Причем обратите внимание, взаимодействие с кислотными оксидами, в частности вот с карбонатом, с углекислым газом, да, это процесс, который можно повернуть вспять. То есть при термическом разложении из карбоната можно получить снова оксид, в данном случае оксид бериллия и углекислый газ. И надо сказать, что это основной способ получения этих самых оксидов, то есть разложения карбонатов металлов. Оксиды бериллия и магния заслуживают того, чтобы о них сказать несколько слов отдельно, особенно оксид бериллия. Мы с вами утром уже говорили о том, что он проявляет амфотерные свойства. Вот теперь давайте посмотрим более подробно, как будут выглядеть реакции этого оксида с кислотой. Значит, с кислотой у нас ожидаемо получается соль, в данном случае нитрат бериллия, и вода. А вот со щелочами, обратите внимание, у нас есть свои нюансы. Реакция может идти как в растворе, так и в сплав, то есть когда у нас исходные вещества берутся в кристаллическом виде. Так вот, при сплавлении у нас образуется соль, которая называется берилат, в данном случае натрия, потому что мы взяли гидроксид натрия. Значит, что интересного можно сказать про берилат натрия? Это тоже соль, которая проявляет амфотерные свойства. И причем более того, если из нее можно снова получить оксид бериллия. Значит, что касается реакции в растворе, то, как мы с вами и говорили в первой части, у нас образуется комплекс, который называется тетрагидроксоберилат. В данном случае, опять же, натрия, поскольку мы взяли щелочь гидроксид натрия. То есть получается вот такой вот комплекс интересный. Значит, что касается оксида магния, он проявляет основный характер, но более так слабо выраженный и с водой при стандартных условиях реагирует очень слабо. Эта реакция требует нагревания. То есть вот у нас такие интересные эти оксиды. Теперь переходим к гидроксидам. Как мы, опять же, с вами уже говорили, практически все гидроксиды растворимы в воде, их можно считать щелочами. Причем растворимость гидроксидов увеличивается от кальция к барию. Гидроксид бериллия, кстати, тоже очень хорошо растворим. Вернее, растворим в воде. Значит, гидроксид магния в воде растворяется крайне неплохо, то есть эта реакция идет слабо. Что касается гидроксида кальция, он в воде тоже мало растворил. Однако вы все знаете, что его раствор называется известковая вода. Вы ее уже, вероятно, использовали. Это один из первых демонстрационных опытов, которые показывают учителя на уроках химии. То есть это классическая реакция обнаружения углекислого газа. У нас образуется карбонат кальция и вода. При нагревании гидроксиды бериллия, магния и всех щелочноземельных металлов разлагаются. Еще раз повторюсь, получается оксид и оксиды соответствующего металла и вода. Гидроксид бериллия, как мы уже с вами опять же упоминали, он стоит несколько особняком в силу своей амфотерности. Он проявляет амфотерных свойств, причем гидроксиды всех остальных металлов этой группы проявляют основные свойства. Значит, соответственно, гидроксид бериллия может реагировать как с кислотой, так и со щелочью. Но эта реакция идет с концентрированными растворами. Значит, с кислотой у нас получается соль и вода. Со щелочью, всем вам хорошо уже известный, тетрагидроксоберилат. Сберилат, но в данном случае, опять же, натрия, поскольку мы взяли гидроксид натрия в качестве щелочи. Значит, как можно получить гидроксиды щелочноземельных металлов? Конечно же, взаимодействием оксидов с водой. И, кроме того, поскольку мы уже с вами говорили о том, что образование гидроксидов из оксидов – это процесс, ну, скажем так, обратимый, значит, обратный процесс, термическое разложение тоже позволяет получить оксид металлов. Ну, вот о химических свойствах так кратко все. Значит, опять же, повторюсь, более подробно вы прочитать можете о химических свойствах элементов второй А-группы и их соединений в учебнике Олега Сергеевича Габриэляна в соответствующем параграфе. Я пользуюсь им, опять же, напоминаю, и вам, в общем-то, его рекомендую. Итак, что касается применения. Применение, соединение данных элементов нашли достаточно широкое. Ну, прежде всего, карбонат кальция – белое кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Если вы прочитаете состав, например, тех же самых зубных паст, то он достаточно часто используется там в качестве наполнителя. То же самое касается и других косметических средств. Вот когда углекислый газ пропускают через известковую воду, мы с вами видели эту реакцию, вот карбонат кальция, который при этом образуется, он очень мелкокристаллический. Если его высушить, то получается такой очень тонкий порошок, как говорят технологи. Вот поэтому он очень удобен для использования в качестве наполнителей в тех же самых косметических средствах. Кроме того, карбонат кальция используют при производстве бумаги высокого качества, так называемая мелованная бумага и резины. Что касается сульфата магния, то вы уже наверняка помните, еще раз это повторяем, он содержится в морской воде, и, собственно говоря, именно он придает ей такой горьковатый привкус. Еще вот сульфат магния называют горькой или английской солью. Ну, конечно, в кулинарии ее, безусловно, в чистом виде не используют, зато вот в медицине в качестве противосудорожного средства, в качестве компонента слабительных средств используют достаточно широко. Кроме того, сульфат магния – это очень хороший антидот при отравлениях солями тяжелых металлов. Ну, антидот – это, грубо говоря, противоядие. Значит, на вопросы отвечу чуть позже. Сульфат бария – нерастворимая в воде соль. Значит, если добавить к ней небольшое количество воды, получается так называемая баритовая каша. И поскольку сульфат бария не пропускает, задерживает очень хорошо рентгеновское излучение, он, вот сульфат бария – это баритовая каша, используется как контрастное вещество в рентгеноскопии. Ну и, кроме того, его используют как наполнитель при производстве керамики, бумаги, резины и как компонент белых масляных красок. Сульфат кальция. Сульфат кальция, мы с вами знаем, что это гипс. Значит, если сульфат кальция прокалить, он частично теряет воду и образуется такой тонкий порошок, который называется алебастр. Если к кальбастру добавить немножко воды, образуется кашица, которая при стечении времени затвердевает. И вы знаете, что гипс у нас используется широко в медицине для наложения повязок, а также в строительстве и архитектуре, для отделки помещений, а также для изготовления лепных украшений и всевозможных статуй. Ну и для закрепления материала мы с вами разберем задание. Значит, задание я взяла опять же из учебника Олега Сергеевича Габриэляна. Это 31 параграф, значит, на странице 163. Там я выбрала из задания цепочку, которая приводится в упражнении 5. Это под литерой B. Значит, нужно написать уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить следующее превращение. Карбонат бария, оксид бария, гидроксид бария, хлорид бария и ортофосфат бария или фосфат мы просто называем для краткости. Значит, для реакции обмена необходимо записать краткие ионные уравнения. Ну, составляем реакции, поскольку здесь у нас все промежуточные звенья цепочки известны, написать их, в общем-то, не составляет особого труда. Значит, карбонат бария, как мы уже с вами говорили, да, может разлагаться на оксид бария и углекислый газ. Эта реакция идет при высоких температурах, порядка 1400 градусов. При растворении в воде оксид бария у нас дает гидроксид бария, да, мы говорили об этом. Эта реакция идет достаточно энергично и сопровождается выделением тепла. Значит, дальше классическая реакция нейтрализации, да, гидроксид бария и соляная кислота. Мы получаем хлорид бария и воду. Значит, уважаемые ребята, я вам напоминаю еще раз, что реакция нейтрализации является частным случаем реакции обмена. Поэтому в данном случае мы можем спокойно записать кратко-ионное уравнение. Опять же, вы его видите, да, это образование воды. И последняя реакция, которая требуется здесь для того, чтобы закончить нашу с вами цепочку, это, собственно говоря, образование фосфата бария. Как мы с вами понимаем, это взаимодействие с сорта фосфорной кислотой. Фосфат бария является солью нерастворимой и, конечно же, образуется соляная кислота. И здесь мы также можем записать краткое ионное уравнение. Так что не такое, в общем-то, сложное задание, зато оно позволяет закрепить практически весь пройденный нами материал. Если вы хотите позаниматься дома самостоятельно, то мы вам предлагаем, опять же, выполнить вот такие упражнения. То есть ответить на три вопроса и дополнительно выполнить задания, которые приведены в конце параграфа 31. Это как раз параграф по характеристике металлов второй А-группы для закрепления пройденного материала. Значит, опять же, напоминаю о том, что вы лекции этого сегодняшнего с вами онлайн-урока можете найти у нас на сайте в разделе «Школа онлайн». Значит, что еще дополнительно мы можем порекомендовать вам для тех, кто хочет более подробно узнать химию и закрепить пройденный материал, более глубоко изучает химию. Это, кроме учебника, рабочая тетрадь и обязательно сборник задач и упражнений по химии, где есть не только упражнения на отработку темы, но есть еще и раздел, который называется «Проверь себя». Это он позволит вам провести самоконтроль. Если вы собираетесь после девятого класса сдавать экзамен ОГЭ, это вам поможет. Напоминаю про нашу акцию «Скидка 25% на пособие для самоподготовки», которая у нас продлится до 30-го, прошу прощения, апреля в нашем интернет-магазине. И наш сервис «Моя школа онлайн». Значит, здесь, если вы выберете предмет «Химия 9 класс», вы найдете там материалы вот этой вот нашей с вами сегодняшнего занятия. Ну, вот материал, который я вам хотела рассказать, это практически весь. Значит, есть вопросы. Так, я видела, что кто-то задавал, уважаемые слушатели, не отследила вопрос по поводу того, на основании чего у нас бериллий и магний относятся к элементам, относятся все-таки к щелочноземельным элементам. Значит, я говорила об этом на предыдущем занятии, о том, что ЮПАК приняла решение о том, что все элементы, которые находятся во второй группе А-подгруппе, относятся все-таки к щелочноземельным металлам. Но, опять же, я говорила об этом еще утром, о том, что в наших российских учебниках химии далеко не все авторы встали на эту позицию, и поэтому вы можете встретить достаточно часто, что в учебниках к щелочноземельным металлам у нас относятся элементы, начиная с кальция, а магний и бериллий в них не включают. В общем-то, на самом деле, и так, и так будет правильно, потому что сослаться на позицию ЮПАК вы можете, но и можете пользой придерживаться, опять же, той позиции, которая представлена в ваших учебниках. Какие-то вопросы у вас еще появились? Значит,